Опоздал на тренировку, будь добр, отжимайся. Ты мужчина, а значит, должен быть дисциплинированным. Никаких послаблений. В хоккей играют настоящие мужчины, как и поется в известной песне. Такого мнения придерживается новый тренер по хоккею детско-юношеской спортивной школы «Лидер». Под его руководством юные хоккеисты эту спортивную игру на льду пока только начали осваивать. Но уже есть о чем рассказать. Наша съемочная группа побывала на тренировке начинающих спортсменов. Три раза в неделю эти 18 ребят приходят на ледовый каток, чтобы научиться играть в хоккей. Тренировка не самая простая. Полтора часа на льду в спортивной экипировке весом в 7 килограммов. Плюс еще 45 минут общая физическая подготовка. Тут уж точно, с ребят сходит 7 потов и в переносном, и в прямом смысле. Тренер никому поблажек не дает. Дисциплина превыше всего. Каждое опоздание нужно отработать. Тренировка начинается в 8 утра. Опоздал на минуту 20 отжиманий. И по увеличению времени опоздания увеличивается количество отжиманий. Но у нас есть прогресс. На одну тренировку мы уже не опоздали. Но сегодня чуть-чуть опять расслабились. Да, я думаю, это справедливо. Потому что опоздал нужно. Как-то вину свою узнать, что ты опоздал. Дисциплина у вас строгая? Да. Ребята не спорят, а наоборот учатся ответственности, пунктуальности и терпению. На лед выходят пока осторожно. Выполняя упражнения, иногда падают, но не расстраиваются. Падение – тоже часть тренировки. Дима Артемьев загорелся хоккеем, когда посмотрел российский сериал «Молодежка». Парень трезво оценивает положение дел. Получается, не все. Предстоит еще многому научиться. Сначала занятий прошло только два месяца, но Дима уже кое в чем преуспел. Чему ты научился за эти два месяца? Ну, торможению двумя ногами. Едеть задом. Получше стал. Потом шайбу чуть-чуть начал, чуть-чуть получше водить. Ярослав Зайцев доволен успехами своих воспитанников, но никуда их не торопит. Главное – научиться правильной технике игры. Для этого нужно время, и в этом деле тренер ребят не подгоняет. Ребята стоят на льду всего два месяца. Мы начинаем разучивать азы. Мы пытаемся, чтобы добиться от них каких-то выполнения базовых упражнений, доведенных до автоматизма. То есть это повороты, улиточка, владение телом. Мы начинаем тренировку с подготовительной части. Разминаем. На что у нас будет упор на тренировку, те группы мышц мы и разминаем, так и готовимся. Потом идет основная работа. То есть это либо катание, техника владения клюшкой, отработка приема передачи. Опять же мы делаем упор на правильность выполнения. То есть нам не нужна скорость, нам нужна правильность. Надо, чтобы ребенок понял, что это делает. Когда ребенок поймет, тогда он сам начнет правильнее делать. В этом уже состоит задача тренера. Впрочем, у команды уже есть первые результаты. На празднике спорта, который проходил в спортивной школе в начале ноября, старшие хоккеисты сыграли с командой младших, которые занимаются хоккеем уже третий год, и смогли вырвать у них победу. Ярослав на вопрос о том, как сыграли его воспитанники, отшучивается. Главное, что не травмировали ни себя, ни младших соперников. Начало положено, и тренер рад, что его ребята неравнодушны к этому виду спорта. Сам Ярослав с пяти лет стоит на льду, потому для него особенно важно, что дети с первой тренировки прониклись к хоккею, как когда-то и он сам. Ярослав Зайцев родом из Челябинска, отдал спорту 18 лет. Окончил специализированную детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва «Трактор». После Уральский государственный университет физической культуры и спорта по специальности тренер-преподаватель. Играл в хоккейной команде «Звезда» города Чебарпуль. Педагог не строит грандиозных планов, в будущее смотрит рассудительно, но верит, что хоккею нанимали быть. Ставить какие-то задачи я себе не ставлю сейчас на короткий отрезок. Есть задача к концу года какой-то итог сейчас подвести. То есть два месяца – это очень маленький срок для того, чтобы подводить какие-то итоги, строить какие-то планы. Я считаю, это нецелесообразно. Цель – научить детей в первую очередь. У нас есть лед, у нас есть время, у нас есть условия, у нас есть форма, которая предоставляется детям в современных условиях. Это шикарно. Я сам, когда занимался, родители все это покупали. Здесь ребенок пришел, ему выдали. Все зависит только от желания детей, от желания тренера. Хорошо, спасибо. Хорошо, переходи, переходи, вставай, вставай, вставай. Раскрути, давай. Вот, раскрути себе, раскрути корпус. Вот, еще корпус, раскрути свой. Еще, прыжочек, хороший. Еще один, давай, еще хорошее один сделай. Молодец. Впереди у ребят большие спортивные свершения, но до них еще тренироваться и тренироваться. Юные спортсмены только за, стараются все делать правильно и беспрекословно слушают своего тренера, который поддерживает в них веру в успех. Дарья Зимина, Владимир Беленко, Ямальское телевидение.